Если тираннозавра Рекса выпустить в Москве, сколько людей в день ему нужно будет съедать, чтобы не голодать? Если очень коротко, примерно полвзрослого человека или одного десятилетнего школьника, но есть нюансы. Тираннозавр Рекс весил примерно как слон. Никто точно не знает, какой был обмен веществ в теле динозавров. Но большинство предположений о том, сколько съедал Тирекс, варьируется около 40 тысяч калорий в день. Если мы предположим, что у динозавров был обмен веществ, похожий на тот, что у современных млекопитающих, им пришлось бы съедать намного больше, чем 40 тысяч калорий в день. Но современные научные представления таковы, что хотя динозавры были более активны, проще говоря, теплокровны, чем современные змеи и ящерицы, очень большие динозавры, вероятно, обладали неспешным обменом веществ. То есть скорее как у комодских варанов, чем как у слонов или тигров. Еще неплохо бы понять, сколько калорий содержится в человеке. Конечно, все зависит от его фигуры, но обычной комплекции 80-килограммовый человек содержит около 110 тысяч калорий. Следовательно, Тираннозавру нужно будет потреблять одного среднего человека раз в два дня или около того. В Москве на начало января 2016 года жило больше 12 миллионов человек. Этого хватило бы для светлой жизни примерно 95 тысяч тираннозавров в течение года. Правда, эти расчеты не учитывают разницу в весе людей, но и панику в городе в случае нашествия тираннозавров. Вряд ли кто-то из Homo sapiens захочет остаться в ожидании банкета. А как можно было бы спасти город? Возьмем одну известную сеть быстрого питания. Каждый год она продает по всему миру около 15 миллиардов гамбургеров. В среднем 1245 на ресторан в день. 1245 гамбургеров – это около 600 тысяч калорий. Так вот, одному тираннозавру нужно всего лишь около 80 гамбургеров в день, чтобы не голодать. Поэтому один средний ресторан может кормить больше дюжины динозавров одними только гамбургерами, если только тирексы не будут против такой диеты. Так что если вы встретите голодного тираннозавра, вы знаете, что делать. Хе-хе-хей, ты досмотрел до конца? Спасибо! Тогда с тебя лайк, если мульт понравился. Заодно подписывайся, мы будем делать еще такие ролики. С вами был Дмитрий Машкович, это SciOne. Весело и познавательно обо всем на свете. Псс, а хочешь чего-нибудь посложнее? Смотри наши другие выпуски. Мы сами и наши друзья-ученые рассказывают нескучно про научные открытия, загадки природы и самое важное исследование о человеке и мире. Умнее вместе с нами! И да пребудет с тобой наука!